Всем огромный привет! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня продолжаю видео с покупками с сайта Алиэкспресс, так как в Эстонии, в Латвии, в Литве сейчас ввели налог с каждой посылки, независимо от того, сколько она стоит. Даже если 1 доллар, то все сейчас очень проблематично, потому что растаможку приходится делать самой, и это занимает достаточное количество времени, потому что посылок заказывается много, и из-за этого выпуски видео задерживаются. Но сейчас обещали сделать приложение какое-то, через которое все это будет делать гораздо проще, и, надеюсь, процесс ускорится. И сегодня вам покажу, что на данный момент ко мне пришло. Некоторые посылки, точнее, покупки свои я уже давно использую в быту, поэтому буду показывать вам либо с фотографиями, с кусочками видео, и, конечно же, буду сопровождать все это рассказом. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. И первое, о чем я хочу вам рассказать, это качель, которую я заказала, по-моему, в позапрошлом месяце. Я уже выкладывала ее и в Инстаграм тоже, и ссылку на нее писала, и также в свою группу в Телеграм, но я думаю, что не все там есть, поэтому расскажу еще здесь. Давно мечтала о плетеной качели для того, чтобы она висела на даче, и поэтому я увидела у своего папы на даче, решила ее заказать. Я поискала у нас в интернет-магазинах, и они стоят где-то все от 50 евро, но я нашла на Алиэкспресс, их доставка была из Чехии, то есть я не платила никакого налога и обошлась она мне, ну, примерно где-то в 35 евро. Просто идеального качества, я думала, что можно будет ее повесить дома, потому что я как-то не посмотрела, какой у нее вообще диаметр, у меня круглая качель, вот, но, к сожалению, дома не получится, только если, я имела в виду дверной проход, только если вы, например, какой-нибудь угол повесите, если знаете как. А так для дачи она подходит просто идеально, и вставлю вам фотографии, как все это дело выглядит, с удовольствием все на ней качаемся, она выдерживает до 120 килограмм, поэтому, в принципе, каждый из членов моей семьи может на ней покататься, и даже вот с альбом я катаюсь вдвоем. Так что ссылку тоже обязательно оставлю в описании, качества абсолютно никаких нареканий нет, все пришло вовремя, продавец все хорошо упаковал, мне ее привез курьер на дом, так что я осталась очень довольна. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, тоже давно на нее смотрела, еще с прошлого года, это вот такая магнитная полка, которая крепится абсолютно к любой поверхности, ну, где она может примагнититься, вообще, в большинстве я видела, что ее вешают на холодильник, в принципе, у нас то же самое, сбоку, там, где находится плита, у нас она и висит. И на нее можно повесить бумажное полотенце, также расставить разные приправы, которые вам хочется, сюда снизу можно подвесить, ну, разную кухонную утварь, там лопатки, в общем, что вашей душе угодно, качество просто отличное, тоже продавец отлично упаковал, она достаточно тяжелая, но, тем не менее, она просто намертво крепится, и вы можете вешать на нее даже достаточно такие тяжелые предметы, там у продавца, по-моему, указано, сколько она выдерживает веса, но у нас пока я ничего особо на нее не ставила, у нас, в общем, висят бумажные полотенца, также вот некоторые приправы, так что эту вещь я тоже могу на все 100 порекомендовать к покупке, потому что действительно очень удобно, когда ты готовишь, сбоку у тебя по правую руку, ну, по крайней мере, у меня по правую руку лежат все приправы, если мне нужны салфетки, я тоже беру отсюда, то есть, ну, отматываю от бумажного полотенца, поэтому я осталась тоже очень довольна этой покупкой. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, это вот такая вот супер милая вещица для детской комнаты, это часы-будильник в виде, наверное, динозавра, я так думаю, у нее циферблат, он гаснет, то есть, когда часы стоят в покое, то тогда время не показывается, но если вы хлопнете в ладоши, либо есть какой-то шум, щелчок, то тогда они включаются, можно посмотреть время, также можно ставить будильник, и еще здесь можно менять цвет, как сказать, гребешка вот этого, то есть, ну, я этим не пользуюсь особо, просто поставила и поставила, заряжаются они от USB-провода, мелодии там тоже можно менять, в общем, очень-очень классная вещица, в детской комнате, мне кажется, смотрится просто идеально, если вы помните, когда-то с Алиэкспресс я заказывала подобные часы только в виде зайца, и мы тоже до сих пор пользуемся, они у нас стоят на кухне, но это мы покупали именно для детской комнаты. Качества тоже никаких претензий нет, пришло все в фирменной коробке, очень-очень хорошо упаковано, нигде ничего не разбилось, и за растаможку мне пришлось сверху еще заплатить 2 евро, но сами они не очень дорого стоили, но я могу сказать, что удовольствие все мы получили очень много от этих часов, поэтому совершенно не жалея своей покупки, и тоже могу рекомендовать вам присмотреться. Далее еще одна удачная покупка, на мой взгляд, уже из одежды, это вот такая вот рубашка с цветочками от марки Simple Apparel, вообще радуют они меня, потому что все, что я у них покупаю, вот пальто я показывала вам черное, все отличного просто качества фабричного, и эта рубашка не исключение, правда я почему-то сначала подумала, что она джинсовая, достаточно легкая, тоже качества абсолютно никаких претензий нет, все швы идеально ровно прошиты, да и вообще она хорошего качества, единственное, что я вот ее отпаривала, но если она долго лежит, допустим, где-нибудь зажата между другими куртками, рубашками, если вот она где-то в гардеробной висит, то тогда может оставлять небольшие заломы, как здесь на рукаве, но в целом не критично, потому что когда просто вы ее носите, допустим, куда-то идете, то тогда она, конечно, не мнется, но, видимо, вот когда висит долго в таком положении, то вот могут оказаться вот такие заломы, но в целом могу сказать, что да, претензий у меня никаких нет, я осталась очень довольна покупкой, цвет очень приятный и на лето подходит, но, конечно, не сейчас, как у нас 30 градусов, но когда будет попрохладнее, думаю, что вполне можно ее носить, так что ссылку на нее тоже оставлю в описании. Далее еще одна вещь, которой я тоже осталась просто мега довольна, это вот такой вот костюм-тройка, есть еще к нему штаны, здесь идет кофточка на бретельках, вот таких металлических, дальше идет вот такая кофта на замке, и также идут штаны, которые снизу заужены, это вообще мой самый любимый тип штанов, но мне так удобнее носить, потому что я люблю кроссовки, кеды, и это все смотрится очень здорово. На этот костюм я натыкалась уже неоднократно в разных пабликах, в разных шоурумах, где он стоит просто каких-то нереальных денег, но на Алиэкспрессу он мне обошелся что-то в 30 евро, и я считаю, что для его качества это просто, ну, отличная цена, ну, соотношение цены и качества очень порадово. Тоже никаких претензий и нареканий нет, я, по-моему, я выбрала размер S, но, опять же, я все параметры и все данные об этом костюме укажу снизу, и также вставлю фотографии, как этот костюм смотрится на мне, естественно, это не на лето, это где-то на начало осени и также на весну, потому что в остальное время, естественно, будет в нем жарко, зимой, естественно, холодно, ну, то есть, в смысле, я имею в виду в одном костюме, если вы сверху, конечно, будете что-то еще одевать, то все будет в порядке, но в целом могу сказать, что я планирую его носить не под чем-то, а хочется вот как самостоятельную, как самостоятельный такой костюм носить, потому что смотрится он очень-очень здорово, он есть в разных цветах, но я выбрала себе вот такой нейтральный, чтобы подходило к большинству обуви, которая у меня есть. Так что тоже вам обязательно поближе его сфотографирую, все швы, вообще, как все это дело выглядит, но могу вам порекомендовать к покупке. Вот я заказывала еще один зимний костюм белый, тоже вам показывала, так вот, я настолько довольна, я носила его, считай, всю зиму, и когда было начало весты, но еще было прохладно, тоже носила, он просто был непродуваем, я еще раз ссылку на него оставлю вам снизу, если вдруг вам интересно, я вот просто от всей души всем советую заказывать себе именно зимой эти костюмы, потому что, действительно, даже когда у нас было очень-очень холодно, минус 20 с чем-то, я абсолютно не чувствовала холода, поэтому считаю, вот прям, знаете, такие жемчужинки Алиэкспресса, и ссылки все найдете в описании. Ну и, конечно, не забывайте про такой классный кэшбэк-сервис, как Letyshop, с которого вы можете возвращать, точнее, с помощью которого вы можете возвращать часть денег со своих покупок обратно, и на момент, когда выйдет видео, уверена, что будет какая-нибудь интересная акция, может быть, горящий кэшбэк, который будет увеличен в три раза, то есть, допустим, вместо 150 рублей вы сможете получить 450 рублей, и я очень рада, что я им пользуюсь, потому что я уже показывала, что за все время, пока я совершаю покупки, мне уже удалось вернуть достаточно большую сумму денег назад, которую я, в принципе, снова тратила на покупки, и сейчас я вывожу именно на PayPal, но там вы можете выбрать любой удобный для вас способ, это может быть и банковская карта, но мне вот удобнее на PayPal, что самое классное, на Алиэкспресс тоже теперь можно расплачиваться именно этим кошельком, потому что раньше было нельзя. Я обязательно оставлю вам ссылку как на расширение, так и на просто страницу, на которую вы можете зайти с помощью браузера, в этом нет ничего сложного, и это такой приятный бонус, который может копиться у вас там, и потом можно вывести какую-то круглую сумму, вот последняя вывела почти 1700 рублей, и как раз, вот не помню, что ты заказал, то ли будильник этот часы, в общем, что-то заказал. И, конечно, не забывайте о том, что горящий кэшбэк имеет ограниченное количество активаций, поэтому обязательно поторопитесь, всю информацию найдете в описании. Хочу вам рассказать еще про парочку вещей, которых у меня сейчас нет на руках, но тоже обязательно вставлю фотографии, потому что как раз успела их сфотографировать, когда они пришли. Во-первых, это игрушки, я опять нашла очень-очень классные игрушки из мультика Superjet, это суперкрылья, я не знаю, может быть, ваши дети смотрят, вставлю, как это все дело выглядит, это такие небольшие фигурки, которые трансформируются, и Лев с огромным удовольствием в них играет, он просто был в восторге, он сразу унес их на улицу, и там, где он чаще всего находится, допустим, на даче, он там с огромным удовольствием им играет. Первое время, наверное, первые 2 или 3 дня, он вообще просто не выпускал их из рук, даже ложился с ними спать, но сейчас интерес немножко полгода. И я очень осталась довольна качеством этих игрушек, я уже показывала вам в предыдущем видео «Тачки» из одноименного мультфильма «Тачки», который Лев тоже очень любит, и я уже говорила, что качество там просто супер, я не знаю, оригинал это, не оригинал, но стоили они довольно бюджетно, но детализация просто прекрасна, и ребенок с огромным удовольствием играет в эти игрушки, ему очень нравится все, что помещается ему в руки, он там этими самолетиками летает, машинками ездит, у него там какие-то свои сюжеты, как машинка сломалась, приехал эвакуатор, увез эту машинку, в общем, мне очень интересно наблюдать за тем, как ребенок придумывает себе игры с этими игрушками, ну и удобно, что их всегда можно взять с собой куда-нибудь в поездку, или, например, если вы вдруг пошли в гости, либо на прогулку, чтобы чем-то занять ребенка, поэтому ссылки я тоже обязательно оставлю в описании, если вы предыдущее видео не смотрели, где я как раз вот эти тачки показывала, то тоже найдете как раз под видео. В предыдущем видео я рассказывала, что мы сейчас обустраиваем дачу, и я решила заказать туда вот такие вот два металлических подноса, для того, чтобы поставить либо приправу, потому что очень часто делаем там шашлыки, но, честно говоря, я еще пока их не вынесла на дачу, потому что я использовала их как реквизит для того, чтобы фотографировать косметику, это такие достаточно увесистые подносы, и внутри у них кожаная вставка такая круглая, тоже были разные цвета, но мне было не особо принципиально, потому что я унесу их на дачу, и там они будут лежать, в одну, наверное, будут приправы ставиться, в другую еще не придумала. Тоже по качеству абсолютно никаких претензий нет, единственное, я не совсем смогла разобраться, для чего здесь вот такие вот отверстия, и, конечно, лучше было бы, если бы их не было, потому что, ну, совсем мне это не нравится, но в целом могу сказать, что выполнен он очень качественно, и если тоже ищете такие вещи, неважно, можно сюда и свечки ставить, можно какую-нибудь красоту навести на своем рабочем столе, на косметическом столе, там духи, ну, в общем, все, что вам хочется, и также можно, эти вот вставки, они съемные, можно перевернуть, чтобы здесь не было никакой надписи, но это уже как душа ваша пожелает, мне нравится, что здесь именно вот в таком золотом цвете они выполнены, поэтому тоже могу рекомендовать к покупке, если занимаетесь обустройством дачи, дома, я думаю, что такие вещи вам могут тоже пригодиться, ну, мало ли вы искали. Так что вот на сегодня это, наверное, все, что я хотела показать, если вспомню что-то еще, уже потом засуну видео отдельным каким-нибудь кадром, если у вас есть какие-то вопросы, то пишите мне в комментариях, и расскажите, как у вас сейчас дело обстоит с посылками с Алиэкспресс, платите ли вы налог, потому что для нас это на самом деле в Эстонии, вообще в Прибалтике просто головная боль, так как делают все для того, чтобы, ну, оттуда меньше покупалось, и больше закупали в своей стране, поэтому много вот таких вот сложностей, что очень, конечно, тормозит, и это действительно печально, потому что раньше никаких проблем не было, я ни разу не платила растаможку, ну, может быть, за что-то такое крупногабаритное только было один раз, но в целом, теперь, знаете, я закажу что-то за 2 доллара и должна париться для того, чтобы заплатить эту растаможку, я не знаю, но это действительно отнимает очень много времени, поэтому, честно говоря, я в таком небольшом расстройстве, но все равно снимать не перестану, потому что, ну, очень люблю заказывать что-то оттуда, да, и думаю, что скоро уже привыкну делать эту растаможку и буду щелкать как семечки, да, так что на сегодня это все, и увидимся в следующем видео, пока!